Во время Первой мировой войны люди, лошади, верблюды, слоны, собаки и голуби активно участвовали в боевых действиях в качестве перевозчиков боеприпасов. Водители скорой помощи работали с отрядами по ликвидации последствий взрывов, поисково-спасательными службами, а также передавали письма и инвентарь. Именно это польская армия решила повторить во время Второй мировой, взяв в свои ряды не самое, казалось бы, мирное животное. Но в этот раз оно не было очередным расходным материалом, оно было настоящим солдатом. В 1942 году польские солдаты, которые недавно покинули советские лагери для военнопленных, были вынуждены оставить охваченную войной центральную Европу, убегая в Иран. Пытаясь спастись от британских войск, находящихся в Палестине, на северо-западе Ирана, они наткнулись на молодого пастуха. На первый взгляд он не был каким-то особенным, но что их поразило, так это его рюкзак, который двигался и вертелся, как если бы он был живым. Как оказалось, внутри находился медвежонок. Оказывается, бедный детеныш недавно осиротел после того, как его родители были застрелены охотниками, и этот молодой пастух сжалился над ним. А сейчас перейдем к годным советам. Есть такой сайт Лол Стим, где вы можете безопасно купить аккаунты с играми, паблик в Инстаграме или ВК и многое другое. Или же наоборот, если у вас, например, лежит Стим-аккаунт, которым вы не пользуетесь, то можете его продать на Лол Стиме. Или, возможно, вы неплохо раскрутили ТикТок, и этот аккаунт вам не нужен. В общем, лишними эти деньги точно не будут. Лол Стим — это маркетплейс и форум, где огромное количество полезной информации, и самое главное, что вы можете не переживать за подобные сделки. До 1000 рублей покупайте аккаунт на Стиме с годными играми, и вам сразу же предоставят логин и пароль. Все аккаунты реальны и проверяются. Ссылку на Лол Стим оставим в описании. Покупайте игры с умом и грамотно экономьте. Детеныш сирийского бурого медведя был настолько игривым, что солдаты не могли не оставить его себе. Пастух был готов отдать медведя, но за определенную плату. Солдаты бежали от войны, и у них не было денег. Тем не менее, они отдали большую часть того, что у них было. Несколько персидских монет, шоколад, швейцарский армейский нож и банку говядины. Едва поправившись, медведь начал шалить. Да так, что его первый опекун Ирена Баркевич была вынуждена выселить его из лагеря. Она решила подарить его кому-нибудь из армейских командиров. Затем солдаты передали медведя своему отряду, 22-й роте артиллерийского снабжения. Там, в силу его характера, медведя сразу же назвали Войтеком, что означает улыбающийся воин. Войтек стал талисманом, домашним животным и, как ни странно, полноценным солдатом. Долгое время он всего боялся и не мог есть. Однако находчивые военные специально для него смастерили бутылку соской и кормили молоком. Сначала у него были проблемы с глотанием пищи, поэтому солдаты наполняли пустые бутылки из-под водки сгущенкой, чтобы накормить Войтека. Но вскоре подрастающий Войтек перешел на более взрослую пищу и даже начал пить пиво вместе с остальными. Уже через некоторое время он превратился в медведя-подростка, возмужал, но все так же не любил одиночество и спал в палатке одного из солдат. Он также был неравнодушен к сигаретам, хотя его способ их употребления был немного необычным. Для начала он отворачивал нос от незажженной сигареты, требуя, чтобы солдаты все же ее зажгли. Затем он делал всего одну затяжку и сразу проглатывал ее целиком. Ходил на задних лапах, отдавал честь, пил кофе по утрам. Поразительно, но солдаты наоборот поощряли такое поведение животного, не переживая за его здоровье. Затем солдаты подняли дело на новый уровень, устроив поединки с Войтеком. Хотя, как и следовало ожидать, он обычно побеждал, в результате чего его соперники уходили с царапинами и рваной одеждой. Он обожал поединки с другими солдатами и даже боролся с четырьмя противниками одновременно. Прятал когти и весело катался с ними по полу, тормошил их и делал вид, будто сейчас укусит. Но он никогда, ни разу никого не обидел, говорит Арчибальд Браун, курьер генерала Монгомери. Помимо прочего, Войтек научился маршировать со старыми солдатами и даже отдавать честь. А также по вечерам проводил время в компании у костра. Также, как ни странно, он был очень чистоплотным медведем и ему нравилось принимать ежедневный душ. Он даже умел сам включать краны и настраивать температуру воды. Он так долго находился в душевой, что часто оставлял солдат без горячей воды. Поэтому двери туда были заперты. Но это не мешало Войтеку каждый день приходить в душевую, дабы проверить, не оставил ли кто-то дверь открытой. И действительно, в один прекрасный день Войтек пошел проверить двери и был удивлен, обнаружив, что они слегка приоткрыты. Но он учуял что-то неладное и начал красться в душевую. Внезапно изнутри раздался громкий крик. Оказалось, в душевой прятался арабский шпион. Испуганные криками солдаты быстро пришли на помощь, задержали повстанца и допросили его. К счастью для них, он так был испуган, что выдал всю информацию, которую только мог. Он даже обмолвился, что на их позицию готовится рейд. Войтек был должным образом вознагражден долгим горячим душем. В том году польская армия с босыми ногами объехала весь Ближний Восток. Но в 43-м году их призвали в Италию, где возникла одна небольшая проблема. Власти пришли к выводу, что для профессиональной армии иметь такого товарища, как Войтек, не самая лучшая идея. Ведь война это довольно серьезное дело. Также было запрещено проводить на борт британского транспортного корабля каких-либо животных. Особенно медведей, потому как это опасно для пассажиров. Но верная семья Войтека, которая буквально вырастила его, не собиралась слушать подобные приказы. Поэтому после некоторых уговоров Войтека официально призвали в польскую армию в качестве рядового. У него было даже собственное звание в расчетной книжке и серийный номер. Он был таким же солдатом, как и любой другой армеец. Он больше не был домашним животным. И теперь ничто не мешало ему отправиться в Италию и присоединиться к своим друзьям на передовой. А для его транспортировки соорудили специальный деревянный ящик. Как оказалось, Войтек был больше, чем просто талисманом и товарищем. В своей новой официальной роли он усердно служил родине и фактически помогал в борьбе с армией Германии. В битве за Польшу Монте-Кассино в 1944 году Войтек наблюдал, как солдаты неоднократно переносили ящики и боеприпасы к линии фронта. Желая доказать свою состоятельность, Войтек по собственному желанию стал нести солдатам 100-фунтовые артиллерийские снаряды. Он самостоятельно перетаскивал ящики, для которых обычно требовалось 4 человека, которые затем складывал в грузовик. Только представьте, Войтек ни разу, несмотря на свист пуль и разрывы снарядов, не потерял ни одного ящика. Благодарный за свои услуги, Войтек был вознагражден званием Капрала. И изображение медведя, несущего артиллерийские снаряды, было утверждено в качестве официальной эмблемы 22-й роты артиллерийского снабжения. В 47-м году рота, в которой он послушно служил, была демобилизована, и Войтек был взят под опеку Эдинбургского зоопарка, с обещанием, что медведя передадут Польше, когда она заполучит свою независимость. Сначала его поместили в клетку с другими медведями, но стало очевидно, что Войтек вообще с ними не ладил. Он, наверное, решил, что они для него слишком медвежие. И действительно, он ведь всю жизнь распивал пиво с парнями и никогда не видел себе подобных. В связи с этим ему предоставили собственный вольер, и вскоре он стал настоящей знаменитостью. Польские солдаты, которые служили с Войтеком, часто навещали его, и хоть это и нарушало правила зоопарка, они прыгали через забор в вольер к своему старому другу. Вместо еды ему приносили старое доброе пиво и сигареты. В своих воспоминаниях опекуны подчеркивали, что Войтек был бездомным сиротой, как и они сами. Военные гордились им и радовались общению. Медведь был настоящим лучом света в истории армии Андерса. Войтек умер в 1963 году в возрасте 21 года, что, учитывая его образ жизни и диету, было довольно неплохим вариантом для сирийского медведя. Сегодня его наследие увековечено памятниками в Кракове, Анзагоне, в Польше, Эдинбурге и в Шотландии. Для тех, кто опекался им, он был не просто медведем, а настоящим товарищем и другом. И не стоит забывать, что для всего мира он прежде всего был лучшим военным медведем в борьбе против нацизма. Большое спасибо за просмотр. Если тебе понравилось видео, не забудь поставить палец вверх, а также можешь посмотреть наши другие ролики. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok